Всем привет, зрители и подписчики канала! Мы начинаем наш сегодняшний влог. Сегодня у нас воскресенье, жара, время 11 часов, на улице реально уже не уносимо находиться. Очень жарко, очень душно. Мы с Сергеем уже побыли в аэропарке. Во-первых, Сергей хотел посмотреть себе там шорты. Мы тут классно когда были, на днях в магазине ничего себе не подобрал. И думал на дурака просто сделать себе прививку. Вообще у него уже 21 день. Да? Да. Но там документов его еще нет, то есть только будут завтра. Поэтому, увы, ах, ах. Хотя столько было мало народу, вообще было просто бы супер проискачить. Поэтому съездили, купили брючки. Себе я юбку купила. О, не брючки, а шорты ему. И вот уже возвращаемся домой. А, абрикосы. Вчера брали вот этот пляж. С тобой вообще полная какашка. Сливы хочу попробовать взять. Всем доброе утро. Мы начинаем нашелок с завтрака. Не буду показывать никого сейчас. А, вот Владик пришел. Потому что у нас вероника селка ушел. Магнезу и камеру переворачивать не хочется. Ах, совсем. Чарли, я тебя не звала, я звала. Детей за стол, но не тебя. У нас называют овсяночка. У всех. Вероник, ногу не сластись, потому что есть не будешь. Вероник, у вас голышом селит. И жарко. Ильюша, это тоже касается. Так, ну что. Все-таки мы решили сегодня еще разочек съездить на пляж. Потому что на неделе у меня, к сожалению, как бы я не хотела, у меня не получается вырваться. Хотя, тоже смеялась на днях. У меня работа вечером. Вечером, блин. Хотела перевернуть камеру. У меня работа вечером. То есть, с утра можно идти хоть до вечера. Но после пляжа, сами понимаете, какая нафиг работа. Приходишь домой. Явно уж точно работать совсем не хочется. Тем более у Вероники еще и тренировки. И мне на неделе придется помотаться. А то здесь, второй Брянск. Поэтому решили сходить сейчас. Правда, мы сегодня не в полном составе. Сегодня с нами нет Ладика. Ладик сегодня лентяйничает. Там жарко, я не хочу никуда. Я буду дома. А дома еще хуже. Как по мне. Вообще духота невыносимая. Что, Ника? Это ведь мне, товарищи, готовы. Всегда готовы, да? Да, купаться, плавать. А в следующие выходные у нас планы. Другие. Да, другие. Явно не до пляжа будет. Да что ли? Из воды вообще не вытащить. Просто этих двух мелочей пузатых. Так, ребят, время у нас уже, наверное, около двух часов дня. Даже честно, даже не знаю. Я сейчас еду из аэропарка. Сегодня я там была уже второй раз. Первый раз ездили с утра. Сергей сразу с работы. Я поехала из дома. Сергей сделал вторую прививку. И я тоже на нее решилась. Все-таки на эту прививку. Но, видно, мне не судьба ее сделать. Как я понимаю. Потому что сейчас я ездила второй раз. Вакцины нет. Мне сказали, что привезли. Привезут ли после обеда. Вот в итоге я приехала. Вакцины опять нет. Сказали, теперь только завтра ездили. А сидеть с утра, например, в очереди ехать совсем не хочется. Блин. Ладно, посмотрим. Все-таки я решила все ее сделать. Знаете, очень много разных мнений по этому поводу. По поводу прививки и вредна, и там опасно, и все, что только можно и нельзя. Особенно в интернете почитаешь. Господи, вообще за голову берешься. Люди порой такую чушь несут. Я скажу так, что я не то, что не верю слухам. Просто скажу так, что люди очень много говорят. И причем порой такой на самом деле бред несут. Я скажу так, что у меня одна знакомая, через знакомую, скажем так, сделали прививку. И она в этот день пошла, извините, жиранула пиво. В итоге ее откачивали в реанимации. Хотя ведь русским же языком говорят, что там сколько, три дня, по-моему, алкоголь принимать нельзя. Ну и что вы думаете? В итоге все нормально, да, я там откачали. Она сказала, кому что-нибудь она выпила пиво? Нет, конечно. Она сказала, что во всем миновато вакцина. Поэтому, что касается слуха мнения людей, тут, ну, сказать очень тяжело. Каждый несет свою чушь. У меня, например, очень многие уже привили знакомые. И, ну, 37 температуры, там, 37,2, 38. У кого-то несколько дней слабость небольшая есть. Но в целом ничего. Да, мы не знаем, что будет через, там, год-два, но, блин, это вы так же не знаете, когда колите детям своим прививкам. Я, например, делала старшему, все было прекрасно, все хорошо. Какого, господи? АКДСКО. А Илья у меня от КДСКО, от 1, чуть не умер. То есть тоже это была ужасная история нашей жизни. Если кому интересно, как-нибудь расскажу. Хотя там особо-то рассказать нечего, что ребенка еле-еле откачали. А я думаю, они в этот момент сойдут просто с ума. То есть тут такие двойные, скажем так, стандарты по этому поводу. Тем более я работаю с детьми. И, знаете, как бы не то, что там, ну, на самом деле дети-переносчики. Вот сегодня мамочка это написала. Вся семейство слегла, слегло у ребенка, который с нами тоже, ну, ходит к нам. Подтвержденный ковид, но она нормальная, а вся семья слегла. То есть, блин. Конечно, прививка не дает гарантии, что все будет окей. Но, но как-то не знаю. Все же лучше сделать, я считаю так. Хотя изначально я была против. Просто послушаю свои знакомые, посмотрела на свои знакомых, которые уже привились. Живы и здоровы. И поэтому как-то так, короче. Так, ладно, все, дошла я уже почти до дома. Не знаю, у меня есть вообще состояние, не стояние. Жара эта дикая. Уже 5 часов утра. Здесь не стало 5 часов утра. Просто жарень. Я все встала, как дура, и сижу, думаю, я что-то делать. Пошла, выглядела собаку. Короче, позанималась, помаялась, помылась и поехала в аэропарк. А постирать еще успела. Ну, это уже машинка, короче, постирала 8 часов утра. Вообще, все великолепно. Такой жару даже спать не спится. Всем привет. Мы продолжаем наш влог. Уже третий день. Хотела вообще вчера его закончить. Ну, что-то с этой работой. И мне так это не получилось сделать. Блин. У нас жара. Опять сегодня 33. Радусник. Такое невыносимо. С утра часов в 7 уже дышать в квартире просто нечем. И в 7. Даже в 5. Вчера опять все встало. Так же было, в принципе. Ну, что я себе сделала прививку от короны. Скалывали спутник 5. В принципе, мне кажется, у нас всем ее почти колют. Есть, конечно, ковьяк. Да, правильно, я бы сказала. Ну, она там вообще. Ее очень-очень мало. И, скорее всего, она где-то там только по больницам бывает. А таких, как в торговых центрах, ее даже не привозят. Не знаю. Иду вроде пока. Самочувствие нормальное. Но сказали, что температура может быть там 1-2 дня. Хотя у Сергея вообще ничего не было. Ну, будет, значит, будет. Например, у Польки, моего тренера, была температура небольшая. 3-7-2, 1 день. Короче, как будет, так будет. Посмотрим. Все, ползу домой. Вообще. Сил у меня тут. Ай-яй-яй, это жары никаких. Хочется на пляж. Купаться и валяться. Ну, увы. Что это такое злой? Дошли мы до дома. Ты что открыла? А я просто не сомневалась. Она тебе просто открыла. Видишь, как она заботливая сестра. Да, идет, ест. Я тебе просто открыла. Сходили мы с Сироникой в магазин. Купила муки. У нас закончилось. Яйца закончились дома. Фу, ты что так жарко? Это что-то. Это что-то, да. Там бальзам для волос. Клюша лучше. Молоке. Что-то еще. Хлорка там. Что еще? Молоко. Хлеб. Даже мука просыпалась, да, Ладик? Да. Порвалась немножко. Кофе мое в муке. Кофе мое в муке. Очень прекрасный, замечательный. Это все еда для кошек. Ты что, Чарли? Ты тронулся немножко? Ты что? На еду. Еду храняет. Пельмени в муке. Пельмени вам две пачки. Пап, съезала. Покажешь все? Стародорские, по-моему. Да, Стародорские. Лоск. У нас фрошок закончился. Я не боюсь. Проходи. И морковка. И одна морковка. Потому что она слишком дорогая. Давай, Ладик, закладывай яйца. Фу, как же да, жарко. Просто надо переодеваться. Надо быстренько пропылесосить. Начать готовить ужин и туда-сюда на работу собираться уже. Кошмар какой-то. Когда время летит. Убери свой хвост. Волосы в своем трепише. И шерстью. Так, я готовлю ужин. Сегодня решила Сергею приготовить на ужин. Господи, где они? Вот такие вот котлеты. Покупали моих тысячу лет назад. Я реально не помню, когда мы их покупали. Я знаю, что это было очень-очень давно. И они все валялись, валялись. Думаю, нет, блин, надо сделать. Потому что за грибами я до оленей не пошла. Готовых котлеток, не знаю, есть у него нету. Я даже не буду их заморачиваться с ними. Он, ну, чай их ел в любом случае. Поэтому решила приготовить вот такую вот фигню. Не знаю. Знаете, на аромат, на запах точнее такой, очень вкусно пахнет. Но что получится на внешний вид? Не очень. Это все как-то красиво выглядит. Сейчас буду и перемешать, и все хорошо. И буду жарить с панировочными сухарями. Это тоже было в пачке. Время уже около 8 часов утра. Утро вечера. Мы с Ираникой идем домой. Отработала. У нас с меня занятие было до по 8-го. Только идем домой. Зашла, купила детям мороженого. Ой, блин, вообще, какой сейчас кайф на улице. Конечно, ну, душно, но не такое пекло, как было днем. Да, Ника? Вероника. Надо, Федя, надо. А то мы завтракаем с трудом. Почти не обедаем. Обед назад это тяжело. Если девушкой супа съедаем, уже прекрасно. Гутерброд. Это уже супер. Не хочу. Ну, конечно, такая же рада. Реально, если хочешь. Вас звони, как обычно. Позвонил телефон. Знаете, состояние после прививки, блин. Ну, вообще, все тоже девчонки написали. Там у меня в инстаграме в личку. Как состояние? Как ты себя чувствуешь? Ну, я, в принципе, чувствую себя хорошо. По крайней мере, пока. То есть, как бы, да, температуры нету, слабости такой нету никакой. Единственное, что реально очень сильно болит рука под вечер. Это прямо вообще днем как-то еще терпимо было так чувствовалось. Я, по-моему, тоже, мам. Я, по-моему, тоже на родила. Потому что сейчас тут же разговаривали с девчонками на работе. У нас привитых очень-очень много. Ты знаете, когда этим с тем особо не касаешься, потому что я лично эту тему особо не затрагивала, не обсуждала. Как многие любят собирать сплетни, а там чуть ли не 70% привитых в больнице у нас везде. Это прямо фишка дня. Хотя у меня вот мама одна к нам будет девочку на доктора. Ну, вот вообще, говорит, как бы, статистика по привитым, конечно, говорит, есть. Но они, говорят, их не так много. И они болеют не так сильно, как непривитые. Там все болеют. И, говорю, как бы, и когда коснулась, сейчас оказывается, у нас только привитых людей. И даже, вот, кто к нам деток водит в студию, когда кто-то еще в марте делал прививки, кто в апреле делал прививки. И на футболе, кстати, у Илюш, такая же фигня. Она как-то не спрашивала никогда особо, а только когда как-то сошла тема еще перед Воронежем или после Воронежа про это. Пойдем сейчас. Тоже оказалось, что многие уже все поделали. Чего это тебе не снимать? Вредная еда. Все, извиняюсь, пошли. Чували. Так, ну что, ребят, мы уже все в кроватях. Фу, и блин. Помылись, кстати, у нас сегодня, плюс ко всему, отключили горячую воду. Вообще теперь жесть. Просто не оплоснуться, не обмыться, а вода из края нальется леденющая. Ну, как бы, должны уже отключать воду. Нет, обычно отключали я позже. К твоему днему рождения отключали. Вот всегда. В этом году что-то вообще, только вчера повесили объявление, что 13-го числа. Взяли, что-то сволочью вырубили. А на какой 13-е? Ну, в общем, 13-е. Ну, обычно 13-е числа вода всегда была. Ее отключали прямо вот вечером. Даже можно сказать, 14-го после 12-ти. Ну, имею в виду, что ту дату, которую, например, писали, там, как сегодня, 13-го, да? Но по факту отключали 14-го, там, 5 минут первого, 5 минут, ой, там, 15 минут первого, как бы обычно. А сегодня отключили 12 часов дня. Чарлище. Чарлище морда это. Морда это маленькая. Не пей, ты вот что бьешь? Чего хлопаешь по пузу? Нажал себе спать, да? Нажал себе, скажи, и спать. Куда ты собрал? Ему не нравится, что на него лег, видишь? Ну, поэтому он уходит. Ну, а потом он уходит от тебя. Нет, он что-то понюхать хочет. Что-то он увидел интересное. Да, Чарлик? Так, ладно, все, на этом завтра мы заканчиваем влог. Жарко. Поправь подушку с вами сейчас. Всем хорошего просмотра, увидимся с вами. Всем пока. Завтра и всем пока-пока. Всем пока-пока.